Здравствуйте, это программа «Важная тема» на ТНТ «Онега». Меня зовут Ефим Овчинников. Сегодня в нашей студии Андрей Иванов, заместитель мэра Петрозаводска. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Здравствуйте. Не так давно я общался с жителями Заозерья. Полный кавардак у народа в голове. Что будет с понтонным мостом? Закроют его, не закроют, будут строить, не будут строить. Народ в неведении, ну в большинстве своем. Хотели бы от вас услышать, что называется, из первых уст информацию. Какова судьба проекта? Когда начнутся работы, если не начнутся? Ну, давайте я начну с того, что проект у нас готов. Мы приняли его от инженерного центра судостроения. Это наш подрядчик, который делал проект. Подрядчик из Санкт-Петербурга. Немножко, конечно, задержался сроками, но тем не менее, проект мы приняли. И техническую документацию, и рабочую документацию. Она имеется у нас в наличии в печатном и электронном виде. Прошло у нас согласование российского речного регистра. Это было обязательное требование для того, чтобы осуществить закупку по постройке нового моста. И, соответственно, в настоящее время объявлен у нас аукцион на право заключения договора строительного подряда, так сказать. Аукционы у нас заявки принимаются до 18 августа 2017 года. То есть на этой неделе вечер четверга – это окончательное время на прием заявок. Стоимость моста у нас, начальная максимальная цена контракта, около 72 миллионов рублей. То есть она выросла. Я помню, что цифра в 40 называлась, по-моему. Она выросла, да. Первоначальная стоимость была около 39,5 миллионов рублей. Вы помните тот проект, который был подготовлен в 2015 году. Что изменилось в проекте, что он так подорожал? Он подорожал, наверное, из-за того, что, во-первых, изменились требования российского речного регистра. Март месяц 2017 года, текущего года. Они ужесточились очень сильно. Изменилась конструкция самого понтона. Если раньше он был такой же, как и существующий, состоящий из трех понтонов на гибких связях, то сейчас он будет представлять собой единое судно от берега до берега, грубо говоря, длиной 90,75 метра по памяти. Это один жесткий понтон. То есть вот те неудобства, которые испытывали дачники и жители. Когда он вот так вот ходил? Когда он ходил, да. Это мы постарались избежать. Я думаю, что нам это удалось. Что по срокам можете сказать? Когда людям ждать появления нового моста? Значит, заключение контракта планируется в течение 10 дней с момента подведения его итогов. То есть это будет ориентировочно конец августа. От подрядчика, от будущего подрядчика мы ожидаем готовое судно на выходе к 15 декабря 2017 года. То есть к концу навигационного периода. Может быть это случится пораньше. Что с деньгами? Есть ли деньги? Есть. А есть город, республика? Это чисто городское финансирование. Вы уже сказали, да, что мост будет единым, не из трех понтонов состоящих. А как он будет выглядеть? Одностороннее движение будет ли? Двустороннее. Как будет выглядеть? Мы планировали, что хорошо, если было бы двустороннее движение. Но поскольку берега этого не позволяют, мы вернулись все-таки к одностороннему движению, к односторонней конструкции движения. Реверсивному. То есть будут стоять светофоры и проезжающие транспортные средства, руководствуясь сигналами светофоров. Как и сейчас. Как и сейчас, да. Будет ли возможность отодвинуть мост, если там судно нужно будет пройти к Соломинскому заводу? Естественно. Как это все будет организовано? Эта возможность остается. В существующем проекте разводка моста предусмотрена с помощью буксиров. Но вполне возможно, что в эту же стоимость подруливающее устройство. То есть он сам будет на электротяге с помощью винтов, он будет сам разводиться, отводиться. Сейчас мы снимали мост. Там на лодке можно проехать с одной стороны. Что называется, такая дырочка, где рыбаки и местные жители проезжают. Я понял. Будет ли такая возможность? Она и останется, да. То есть для маломерных средств вот этот проезд, он останется. Поскольку аппарели выносные предусмотрены 10-метровые. Сейчас они гораздо меньше. 10-метровые аппарели. И под аппарелями со стороны Ялгубского шоссе останется небольшой такой ход для легкомоторных отсудов. Маломерных отсудов, да. Грузоподъемность какая? Какие автомобили, грузовики смогут передвигаться по этому возрасту? Грузоподъемность 30 тонн. Значит, она позволяет пройти КАМАЗ-угруженному. Думаю, что этого будет достаточно. А когда сами работы-то начнутся? Вы сроки сказали, что задача это декабрь. Декабрь ориентировочно. Контракт будет подписан к концу августа. Соответственно, с сентября месяца начнутся работы. Всех, конечно же, интересует, как будут проходить работы, как мост будут закрывать, перекрывать, когда у людей будет, не будет возможности переехать на тот берег. Как все это будет организовано? Ну, поскольку мост в данном случае, наплавной мост расценивается как судно, то есть его целиком изготовление будет происходить на заводе. На заводе с последующей буксировкой к месту стоянки, так скажем, и отбуксировкой существующих наплавных вот этих вот понтонов, трех понтонов в берегу, с последующей их утилизацией. То есть займет по времени, чрезвычайно малый промежуток времени. Мы постараемся, чтобы это было, естественно, в ночное время. Отвод старых понтонов и новый завод нового наплавного моста. Я думаю, что день-два максимум. А на это время как будет организована, что называется, жизнь на том берегу? Если вдруг не будет моста, пожар, скорая, как все это будет выглядеть? Я думаю, что... Пожарная скорая, да. Пожарная скорая. Я понимаю ваш вопрос. Я думаю, что будет организовано некое дежурство для того, чтобы врачей, пожарных туда переправить, на тот берег. Ну, смотрите, мы наконец дождались хороших новостей по поводу понтонного моста. Ведь долгое время шло исследование. Приезжали масса специалистов. Все время говорили, что обследуют, обследуют, обследуют мост. Расскажите, к чему все эти исследования привели? Понтонный мост сегодня вообще, что это такое? Имеет право на существование или его уже там отодвинуть и утилизировать? Ну, я скажу единственное, что чем быстрее мы сделаем новый наплавной мост, тем будет лучше. Те понтоны, конечно, позволяют еще двигаться грузовым транспортным средством. Но вы сами видите, нагрузка на ось ограничена тремя тоннами в настоящее время. Даже автобусы с пассажирами там не ездят. И тем более машины, которые подвозят детское питание, дошкольные образовательные учреждения тоже не ездят. Чем быстрее будет сделано новый, тем лучше. Но он сильно изношен. Что показали исследования? Ну, два понтона, как вы знаете, в 90-е годы были сделаны заново. Один понтон, который между двумя крайними остался, он, конечно, изношен. Скажите, пожалуйста, кто будет содержать мост и вообще насколько это дорого? Такое удовольствие. Мост, этот муниципальный мост, он числится как связующее звено, как автомобильная дорога муниципальной собственности. Поэтому будет содержать его однозначно муниципалитет. Насколько может обойтись содержание моста? Там же нужен сторож, нужны какие-то ремонтные бригады на случай чего-то. Насколько это дорогое удовольствие содержать понтонный мост? Вы знаете, затраты будут снижены, скажу честно. Затраты будут снижены, поскольку при существующих трех понтонах требуется ориентировочное содержание от 5 до 7 человек. Если будет у нас новый однопонтонный мост, который оборудован насосами, которые выкачивают воду, вдруг, если она появляется, там в любом случае будет появляться какой-то осадок на стенках из-за разницы температур на стенках и внутри корпуса. Все это будет происходить в автоматическом режиме. Значит, потребуется порядка трех человек, включая диспетчера или, как назвали, сторожа, который находится вот в будке на берегу. А будет ли на мосту освещение об этом? Расскажите, насколько он будет комфортный, скажем, для автомобилистов и для пешеходов? Значит, освещение будет. Это будет делаться в рамках монтажа судна, как такового самого. По-моему, порядка семи опорно-ружного освещения. Оборудована система видеонаблюдения с двух сторон. Со стороны улицы 9 января и со стороны Ялгубского шоссе. Все это будет заведено в диспетчерскую. И, соответственно, диспетчеры будут видеть, каким образом происходит регулировка движения на этом судне. Давайте еще в конце программы сроки озвучим, чтобы люди знали, что называется, и поставим точку. Значит, окончательный срок 15 декабря 2017 года. Вполне возможно, будет раньше. И работы начнутся? И работы начнутся с первого сентября. Мы ожидаем, что с начала сентября. Ну, я думаю, что мы вас позовем в эту студию еще раз, накануне такого знаменательного события для города. И вы нам поподробнее расскажете, каковы новости, связанные с Паттонным мостом. Спасибо большое, что пришли. Всегда рады вам, приходите. Спасибо большое. Я напоминаю, что это была программа «Важная тема» на ТНТ «Онега». Меня зовут Ефим Овчинников. Этот и другие выпуски ищите на сайте tnt.defis.onego.ru. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok